Эхо-неделя в эфире. С вами Анастасия Шахмат. И сегодня у нас в гостях политтехнолог, социолог Валерий Солодкий. Валерий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Валерий Солодкий, социолог и политолог. Закончил МГУ имени Ломоносова. С 1989 года занимается социологическими исследованиями и социальными проектами в Оренбургской области. С 1993 года в качестве социолога, аналитика и политтехнолога принимал участие во многих федеральных, региональных и муниципальных предвыборных кампаниях на территории Оренбуржья. В начале 2000-х преподавал в самом крупном областном ВУЗе. Сейчас выступает независимым экспертом и аналитиком. Выборная кампания на старте. Ждем сюрпризов или нет от этих трех месяцев, на ваш взгляд? Вы очень всегда отличаете тонкую иронию, Анастасия, и уверенной такой. Ну, сюрпризов, вы уже поняли, да, по моей реакции, ожидать здесь трудно. Хотя, те надеющиеся на сюрпризы, они связывают, наверное, вот эти свои ожидания с какими-то предубеждениями или с оценкой обстановки вокруг, но отнюдь не собственно избирательной ситуации. Потому что, если говорить о собственной избирательной ситуации, то понятно, что наше население долгими стараниями власти, политтехнологов различных, особенно от власти тоже, уже и того, как вообще происходят выборы, как работает выборное законодательство, как работают наши права избирательные и так далее, избиратели, население в целом уже приучены в основном и чаще всего к мысли. Правда, это и население само характеризует, имея в виду его такую мещанско-обывательскую в каком-то отношении позицию в основном. Население привыкло, что все уже заранее решено. И вот эта счастливая для основных участников нынешней избирательной кампании идея, положение, ситуация, что население так к этому относится, она вносит существенный вклад в оценку избирательной ситуации. То есть это формальность? И, собственно, в выбор того, какими технологиями чего добиваться, в рамках какой борьбы или ее отсутствия. То есть в силу того, что население у нас приучено к мысли, что все уже решено, можно тихонечко, аккуратненько спустить кампанию на тормозах, и минимизировав борьбу, минимизировав вообще какое-то рекламно-пропагандистское собственное участие, и все равно получить на выходе нужного кандидата. Тем более он освещен поддержкой той самой власти, которая все, как считают, и решила. И даже не просто власти, а, как у нас легко можно в нужный момент и точно показать, именно первого лица, который имеет на население по-прежнему значимое влияние, такое мифологическое, и которое таким образом обеспечивает нужному кандидату прохождению после того, как напомнить, что это его кандидат, этого самого первого лица. Это как раз, о чем вы говорите, это напоминает, что предвыборная кампания началась намного раньше, в частности, для этого лица. Да, она и началась намного раньше, и закончилась намного раньше. В этом смысле выборов-то как таковых, как уже чаще всего и бывает в последнее время, и не ожидается. Конечно, кто-то строит какие-то иллюзии, я говорю, связанные с совершенно иными, чем есть в выборной ситуации, фактами и положениями, или предубеждениями. Кто-то считает, что так жить больше нельзя, и что непременно нужно для развития Иранбуржа, или для преодоления кризиса, который творится в Иранбурже, что-то менять радикально, в том числе с отношением к власти, и что население для этого созрело, и оно обязательно своей протестной волей вдруг что-то такое выплеснет, в результате чего кандидат от власти почему-то не пройдет. Но, знаете ли, на это ничто не указывает, имея в виду, что никакой рост протестных настроений в среде населения существенно не вырос. И, кроме того, активность самого населения тоже не возросла. Альтернативных кандидатов серьезных нет, и быть сформировано в ближайшее время, или выпущено на выборы тем более, или не может. И поэтому предполагать, что этот протест, даже если он несколько возрастет к выборам, лишит главного, основного и, по сути, единственного кандидата шансов на победу, не приходится. Хотя, да, у нас власть... Но ведь наверняка в Хакасии тоже не ожидали такого. Хотя власть у нас творит ведь разные ситуации сама своими руками. И в этом смысле начинающиеся в последнее время, в том числе из уст каких-то видных властных деятелей, типа Набиулина или приблизенных к власти, типа Набиулина и других, обмолвки о возможности или невозможности дефолта, или о чем-то еще, они, конечно, говорят о том, что кризис одновременно и внешний, и внутрополитический, связанный с экономическим кризисом, он вообще-то может, конечно, резко усугубиться. Но вряд ли власть без нужды позволит проявиться ему именно к единому дню голосования. То есть, за эти три месяца мы не будем наблюдать ничего такого? Да, но иногда бывает и такое, вынужденно, да, ну что поделать, тогда, значит, не повезет основному кандидату, в том смысле, что он попадет в гораздо более острое, тяжелое положение, но это очень маловероятно, и к тому же надо же иметь тех, кто этим сможет воспользоваться, причем будет воспользоваться этим решительно и до конца, то есть каким-то альтернативным кандидатом, которых готовы воспринять население как фигуру, так сказать, олицетворяющую протест, передать им голоса, а эти готовы будут их решительно взять, а не свернуть на полпути избирательную кампанию по указанию власти, что маловероятно, так как их допустили к этим выборам по указанию власти. Ну, тем более времени, наверное, мало для этого. Да и времени уже не хватит, не успею. А как вы смотрите на такой вариант, потому что сейчас эта тема обсуждается, слишком агрессивная реклама, пиар-компания, например, Дениса Паслера вот в эти дни появления соцсетей, с его участием, все прочее, это, наоборот, может сыграть обратное, слишком многое, отторжение от населения. Такой вариант возможен? Ну, здесь оценка этого может быть самой разной, потому что вот вам кажется, что активность кампании очень велика, потому что вы непосредственно участвуете в этом процессе, вы от него не отчуждены, а он не отчужден от вас. А значительная часть населения сейчас, летом особенно, особенно, и не только летом, а в силу занятости своими делами, перемены режима, отдых, дачи, сады и все прочее, поездки, поиски исчезнувшей работы и прочее, но и в силу разочарований в предыдущий период полученных от участия в каких-то политических дебатах, выборах, вообще отслеживания политики, а жизнь-то все не лучше и не лучше. Значительная часть населения сейчас сильно отчуртена от этих процессов, и не только, так сказать, по установке своей или по реальной роли политики в их жизни, но и просто отвлечена по интересу, по времени нет возможности. Поэтому не так уж много им через эти каналы и перепадают. Сейчас гораздо меньше людей смотрят там телевизор, слушают радио и так далее, и так далее. А в интернете там как бы разные у всех интересы. С другой стороны, и поэтому можно сказать, что не слишком уж такие активные каналы воздействия и не слишком активная агитация у вас. С другой стороны, я согласен, если посмотреть, собственно, на саму активность тех, кто с ним работает, что она может быть чрезмерной и во многом потому, что все норовят постараться. И те, кого просили, и те, кого не просили, и те, кто профессионально этим занимается, и те, кто начинает заниматься этим самодеятельно, лишь бы услужить, так сказать, и, собственно, из штаба под руководством пиар-технологов, которые ведут в той или иной мере точную кампанию, и местные журналисты, или специалисты, как они себя считают, которые, вот так я говорю, самодеятельную активность проявляют, в итоге все сваливается действительно в некоторую не очень вразумительную кучу, плюс еще все усугубляется тем, что все боятся, что сроки-то небольшие, начали-то поздно, и надо развернуться побыстрее и так далее. И торопятся взять вопросы, связанные там, во внимание, в первую очередь, связанные с узнаваемостью, с продвижением нужной информации, но в итоге за такое короткое время, имея в виду, что точных-то действий, заметных и выделенных, нет, когда развернулся бы вдруг Паслер, как действительно антикризисный управляющий, или как какое-то особое лицо в коммуникации, этого нет. А получается, что просто двигают в некую картонную фигуру, я сейчас, вот он действительно сейчас картонная фигура, не потому, что я здесь оцениваю его какие-то качества, но просто показать, какой он гениальный менеджер, то ли нечем, то ли, так сказать, не очень умеют, а в остальном, получается, что его просто ставят в разные положения, да, как это вот на фотографиях любительских, где вот вырезано что-то для лица, вот вставляют туда лицо Паслера, он обнимает того, говорит, надо придать значение этой проблеме, здесь, говорит, мы обязательно отследим этот вопрос, мы решим, мы будем, и так далее, да, вот эти вот фотографии или сюжеты с участием Паслера в роли там свадебного генерала или еще кого, они действительно картонности эту фигуру не лишают, особого доверия не вызывают, но с другой стороны тоже необходимы с точки зрения кратких сроков и узнаваемости, но могут наносить и вред, но вряд ли такой, ведь никто не хочет особой активности на выборах. Вот об этом я предлагаю второй части программы поговорить. Сейчас реклама на канале Варен ТВ, мы скоро вернемся. В программах и неделя вновь с вами, и напомню, сегодня у нас в гостях политтехнолог, социолог Валерий Солодкий. Валерий Викторович, мы как раз закончили первую часть о том, что никому не нужно активности особой на этих выборах. В прошлом году, когда выбирали губернаторов, политологи в результате сделали вывод, что сушка явки один из основных трендов, потому что тем меньше приходит народу, тем больше шансов победить нужному кандидату. Это способно произойти у нас? Ну, это у нас давно уже происходит. Каждые последние выборы, несмотря на то, что развернуты искусственные дискуссии по поводу того, что не всегда, как показывают отдельные территории, власти или Единой России, выгодна такая слабая явка. Нет, ну понятно, в ситуациях, где все доведено до края, там и на малой явке, так сказать, можно проиграть власти и на высокой. А в принципе, типически, да, конечно, власти проще привести своего избирателя на участки без какой-то большой дополнительной мобилизации и при отсутствии фильтра ограничительного, давно уже отсутствующего, когда у нас какой-нибудь минимальный барьер бы задан, сколько пришли, сколько пришли, и выборы действительно вполне нормально для власти, когда приходит минимум и, ну, могут какие-то, да, происходить опять ситуации, думали, что выиграть не пришли, наши, но это все так, это все в разряде исключений находится. А в основном, да, это выгодно действующей власти, которой легко мобилизовать значительную часть электората, там, прикормленную где-то, где-то зависимую на выборы и получить нужный результат. Тем более, что в условиях, когда никто другой активно не работает и возможности у противоположных сторон ограничены. Вот один из инструментов выборной кампании, это муниципальный фильтр, который должны пройти кандидаты. Ну, понятно, что уже давно говорят, тот, кто от партии власти будет, у него эта проблема не возникнет. сложнее тем, кто в оппозиции. У них могут произойти какие-то проволочки с этим. Здесь нужно пожалеть оппозицию или все-таки это проблема самой оппозиции, которая не активничала в свое время на муниципальных выборах? Ну, конечно, эта норма законодательная, она никакого отношения к праву не имеет. Это, конечно, закон, но это закон противоправный, по сути. Но здесь вопрос, конечно, всегда о том, какая концепция права, у кого, так сказать, есть право сильного, а есть право, которое подразумевает справедливость, равенство, и вообще прочие какие-то вещи, которые к праву обычно имеют отношение. Возможности, во всяком случае. Конечно, но в этих условиях, которые есть, понятно, что муниципальный фильтр проходит только те, кому власть позволяет пройти этот муниципальный фильтр. То есть, либо те, от кого она не ожидает никакой опасности и, возможно, даже специально выдвинула на выборы для видимости выборов, либо те, кого считают договороспособными, с кем под разным предлогами в результате разных торгов, договорились о правильном поведении на выборах или, во всяком случае, контролируемое поведение на выборах, которые вместе с тем могут поделать лицо сколько-то серьезно участвующих. Вот те, кто заявлялись в последние дни, это и Максим Амелин, и Петр Копишников тоже высказал свое желание участвовать. как вы думаете, они удобны для выборов их кандидатуры? В какую категорию? В общем-то, на этот вопрос я уже ответил. Конечно, в той мере, в какой они позволяют получить необходимый результат, они, конечно, удобны для выборов, и именно так и подобраны. Еще на предыдущих думских и завсоборских выборах было видно, что КПРФ, имея в виду региональное руководство и руководство штаба компании, очень удачно упускает определенные шансы, не производит борьбы с основными соперниками, которая должна была происходить. Поведение было настолько делает явные заведомые ошибки, поведение было настолько противоестественным, что многие предположили, что речь идет о специальном подрыве, развале позиции КПРФ изнутри посредством давно известных технологий федерального центра, и ее осуществляет новый бизнес-руководство КПРФ на местах в различных регионах. И что наш регион в этом смысле не исключение. Это не мешает КПРФ как участнику системному этого процесса набирать какие-то очки, поддерживать свою роль якобы оппозиционные силы второго, третьего, четвертого места, в зависимости от того, как идут дела и каков торт на данный момент. Но это вовсе не свидетельствует о том, что КПРФ всерьез и на самом деле является какой-то оппозиционной партией. Во всяком случае, в исполнении нынешних ее федеральных и региональных руководителей это вполне контролируемые участники избирательного процесса. Но понять их тоже можно, имея в виду, что они находятся внутри той политической системы, которая у нас в стране есть, и вступив на стезю политического бизнеса, они должны тоже иметь и получать какую-то определенную политическую прибыль, политические дивиденды от каждого своего действия, которые вряд ли переменят, как они понимают, общую ситуацию, и надо что-то наращивать, имея в виду и состояние организации в целом, и ее авторитет, и собственные положения, личные или руководство. Это такая нормальная политическая работа, рутина. Другое дело, что оно к интересам населения может по итогам особенно не иметь никакого отношения. У нас прям две минуты, еще один вопрос относительно интересных... Я дополню, что основные сейчас споры между политтехнологами внутри штаба, внештаба идут по поводу того, много выпускать кандидатов и как бы разносить голоса между ними, так сказать, чтобы паслеру в этом смысле было удобнее, или наоборот поставить одного, но это все легко социологически замеряется. Если мы, например, видим, что пересекаются очень плотно голоса, вот так называемые протестные, и голоса, например, за КПРФ, и при этом это все в ограниченном виде, то мы вполне можем все это сгрести в один кулек, выпустить туда, ну или наоборот. В темной этой неделе опубликовали данные о падении рейтинга, рекордном падении рейтинга Путина. Это в канун выборов происходит. Как это повлияет, на ваш взгляд, в дальнейшем, на его же кандидатов, которые от Кремля? Или это игра? Или это провокация? А как вы это расцениваете? Ну, я думаю, что это по многим причинам произошло. Во-первых, действительно, политика, которая в большей степени всегда опиралась на поиск врагов, всякую войну, внешнюю и внутреннюю, но не на строительство чего-нибудь в стране, политика, которая способствовала подрыву образования, здравоохранения, вообще всех ресурсов страны, которые являются, по сути дела, преступной, антигосударственной и антинародной политикой, которую больше, чем предательством Родины и меньше не назовешь, она, конечно же, ищет возможности изменения такая политика. Одни пытаются тянуть в сторону вот опять-таки, продолжение и усиление прежней позиции и поиска новых объектов войны, внутренней, внешней, там, неважно, пятая колонна, Украина, Сирия, неважно. Другие, наоборот, пытаются изменить. Но так это повлияет, а то у меня уже здесь все равно говорит, одна прям меньше минуты осталась у нас. Ну, пока существенным образом, если не наступит ухудшение экономической ситуации, радикальным образом не повлияет. Хотя, конечно, ухудшит несколько позиций кандидата от власти, но не настолько. Все можно спокойно, совершенно, так сказать, на тормозах спустить, и все будет хорошо. У нас впереди три месяца наблюдения, будем смотреть, а уже потом, наверное, каждый будет делать свой выбор. Это была программа «Эхо недели». До встречи в эфире. МОЛИЦИИИИИИИИИИИИИИ, Продолжение следует...